Продолжаем уроки тайпа. Сегодня у нас будет примерчик. Во-первых, у нас тут есть какие-какие надписи, которые я постоянно их пишу, постоянно один тот же самый текстовый, так сказать, стиль должны быть, то есть вот этот вот заголовок, вот эти вот надписи всякие. Я их просто-напросто возьму и из своей старой главы перетащу в новую главу. То есть вот так вот вытащим сюда её. Вот в этой у нас мне нужны тексты вот этот и в принципе все остальные тексты, которые у меня находятся в папочке вокруг. То есть я просто беру эту папочку вокруг и перетаскиваю вот сюда. Так, что мы видим? Мы видим, что у нас текст появился здесь, при этом текст маленький. Это связано с тем, что у нас моя старая картинка была в размере, давайте сантиметры включим, сантиметры, 29 сантиметров на 42 сантиметра, а моя новенькая картинка, изображение, размер, давайте снова сантиметры, 56 на 84, то есть, например, в два раза больше получается, да. В нашу старику можно уже выглядеть, нам она в принципе уже не нужна, нам сохранять её тоже не нужно, она уже готовенько у нас. Вот, значит, что нам нужно теперь сделать? Нам нужно все эти надписи немножко увеличить. Во-первых, это самое, я включила фотошоп новенький, поэтому я хоть и выделила папку, то есть, ну, папку вокруг, то есть, эти самые текстовые слои мои, которые я только что перенесла. Но, если я схвачу, допустим, здесь, то у меня хватает за мой задний фон какой-то и его я перетаскиваю. Если я пытаюсь схватить, опять-таки, кликаю на папочку сюда, пытаюсь схватить сюда, это самое, перетащить все тексты хочу, но мне хватает только один текст и тащится только он. Это у нас такая фишка нового фотошопа, я её очень не люблю, поэтому, когда я делаю тайп, я обычно делаю её в... Обычно делаю тайп в старой версии фотошопа, но всё-таки надо идти на ногу со временем, поэтому я решила, что уроки тайпа буду делать уже в новом фотошопе, и плюс ещё в программке в InDesign тоже кое-что показывать буду. Ну, в общем, да, в общем, мне нужно просто привыкнуть к этой штукенции, к тому, что перетаскиваются тексты по одному. Чтобы перетащить тексты все вместе, нужно просто-напросто в слоях выбрать все эти самые тексты с шифтом отсюда до сюда нажимаем, и вот теперь, когда я все вот эти тексты выделила, вот теперь я могу с этим инструментом перетаскивать их все-все вместе. Мне нужно что? Мне нужно их побольше сделать. Нажимаем Ctrl, Ctrl-T нажимаем. Что-то у нас правка там, ага, у меня там со шрифтами какая-то сглючила немножко, но это просто-напросто кликаем ОК, 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 и всё прекрасно получается. Ctrl-T нажали, идёт трансформация текста, мы просто-напросто начинаем тащить его, увеличивать этот текст, чтобы у нас пропорциональные буковки, буковки пропорции наши сохранились, нажимаем клавишу Shift и делаем вот такого размера примерно вот так вот, да? ОК, чтобы трансформация вошла в силу, нажимаем клавишу ОК, ой, Enter, ОК. Так, теперь давайте уберем английский и японский, чтобы нам это всё дело не мешало. Теперь вот это вот, хватаем вот этот вот, как называется, заголовок, перетаскиваем по центру и я так считаю, что его можно делать даже побольше. Делаем его размера не 53 пункта, а скажем 60, даже может даже 72, 72, ну давайте всё-таки сделаем 66, вот так вот, да? Вот такой 66, в принципе, сойдёт. А дальше что? Вот это у нас фразочка, в принципе, тут не нужна, её можно выкинуть. Остальные надписи нужно будет подстроить под нашу новую главу. То есть, допустим, у нас первая, как называется, строка, она, первая фраза начинается вот так вот. В этом месте, несмотря на высокие продажи, все снова идут соседние по плану, но-то начнётся же успешная, но по-прежнему несуразная комедия. Вот, такие смешные у них приписки. Значит, куда эту приписку нужно вставлять? Честно говоря, я не знаю. Пока что выключим весь у нас текст, который я только что перетащила и смотрим. Значит, по-английскому у нас похоже вот тут вот, да? The quiet disk, love comedy, the first comic, вот это, скорее всего, оно и есть. Вот эта вот длинная фраза, похожая на то, что мы только что скопировали. Значит, первая фраза идёт сюда. Значит, мы берём инструмент текст. Можете, горячие клавиши, кстати говоря, тоже переключаться. Буковка T, это наш инструмент текст. Кликаем сюда. Окей. Выбираем все, все буковки. Ctrl-A выбрать всё. Всё это дело удаляем. Ctrl-V вставляем тот текст, который мы скопировали вот отсюда. Кстати говоря, это самое, у этого шрифта, этот шрифт у нас называется Dom Casual, у него нет буковки Ё русской. Как видите, вот здесь буковка Ё стала какая-то не та. Это тоже нужно учитывать, потому что не все шрифты, которые поддерживают кириллицу, поддерживают все абсолютно буковки по кириллице. Некоторые, как этот, допустим, шрифт, они не поддерживают буковки Ё. Некоторые шрифты не поддерживают всякие знаки. Допустим, вопросительный знак или восклицательный знак, шрифт какой-то не поддерживает. Поэтому будьте внимательны, смотрите за такими вещами. Вместо буковки Ё я напишу буковку Е. Буковка Е. Ой, не в этом месте. Вот так вот. Смотрим, есть ли там еще какие-то буковки, вот эти вот. В принципе, вот еще одна буква Ё. Так. Буковка Е заменяем. Секундочку. Вот так. Есть ли еще какие-то. Да, я-мое, ты перетаскиваешь, слышишь. Вот. Все, буковки Е больше нету. Так, что нам теперь будем делать дальше? Мне-то надо шрифт это сделать, наверное, поменьше, потому что какой-то у меня слишком большой. Скажем, 50 пускай будет. Толстый, толстый. Он, в принципе, нормально по толщине. Ну и давайте по этим самым, по строчкам его разобьем. Вот так. Это пока что закроем. Полтинник тоже как-то большеватый. Давайте 30-ку. 30-ка маловато. 40-кес. Ну, 40. Давайте оставим 40. Ну, да, начнется. Как-то мне не очень нравится. Так. 40-кес тоже многовато. Давайте 36. 36 тоже многовато для меня. 32. Пускай будет 32. Вот. Поехали дальше. Гья-ха-ха-ха-ха. Банана-бум. Так, вот. Ей скопируем. Ctrl-C. Куда это впихнуть нужно? Это у нас идет вот сюда. Какой был в оригинале в японском шрифт, мы тут не знаем. Поэтому просто-напросто пытаемся догадаться. Но судя по тому, что было, допустим, в предыдущих главах, допустим, вот в этой главе, да, я, кстати, эту надпись удалила. Включайся. Включился. Вот, допустим, в предыдущих главах, это самое, вот эта вот надпись на японском, она была, опять-таки, не то включила. Ну, ладно. Короче, в предыдущих главах вот эта вот надпись была примерно вот такого шрифта. Поэтому я возьму тот же самый шрифт. Ctrl-C. Ctrl-V вставлю шрифт. Я хоть и ставила буковки, но мне чисто шрифт нужен. Кликаем, кликаем вот сюда, Ctrl-C, копируем фразочку, сюда включаем, вот это выделяем. Ctrl-V вставляем нашу фразочку и нужно ее побольше сделать. Вот, получилось. Значит, теперь то, как оно расположено, я все-таки доверюсь анляйтерам, те, кто по-английски перевели, и расположу это дело примерно как анляйтеры расположили. Вот таким вот образом. Чуть побольше сделаем, допустим, полтинник, еще больше, 60. Ну, пускай будет 60. А еще, еще, в принципе, обводка белая тут не особо это нужна, вот этот самый, ну, не особо она тут нужна. Оставим так. Следующая фразочка, подписка над первым фреймом. Встроенный автор. Ничего себе, как он себя называет? Встроенный автор. Точно стройный или стройной? Стройный. Вот, это у нас сюда впихивается. Это у нас Ctrl-A все выделяем, удаляем. Ctrl-V вставляем. Эту фразочку мы тащим вот сюда, тоже сделаем размерчик поменьше, вот такого же размера. Это у нас был 32 размер. Значит, встроенный автор у нас тоже будет 32 размера. Старайтесь, чтобы эти самые надписи у вас не скакали по размерам, то есть, если у вас одна надпись такого размера, то пускай и остальные примерно такого же размера будут находиться, чтобы у вас картинка более-менее однородная была. Так, дальше что? Название. Так, во-первых, бип-бип. Так, 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 так. Где тут еще приписка снизу? Вот, номер 13, распознание лица идет не по плану. Это у нас название главы. Возвращаемся сюда. Инструмент текстовый. Так, Ctrl-A, Ctrl-V вставляем. Название вставили. Перетаскиваем сюда. Название у нас будет по размеру 54. Ок. Так, далее что? Вот эта боковая надпись, где у нас подписка снизу, подписка слева, вот она. Эта часть для меня снова встретится с вами в этом месяце. Копируем ее. Ctrl-C. И инструмент текстовый. Буквка-то нажали. Ок. Так, Ctrl-A, Ctrl-V вставили. И вот эту надпись тоже сделаем размера 32. Что-то маловато получается. Давайте этот самый стройный автор и эту надпись сделаем побольше немножко. 40. Давайте полтинник. Вот, полтинник сойдет. Хорошо. Это идет сюда. А это у нас идет вот сюда. Ок. Сохраняем. Между делом, конечно, сохраняем. Потому что частенько бывает, что компьютеры зависают. Нажали сначала ногой кнопку выключения. В общем, куча всякого бывает с компьютером. Поэтому сохраняем как можно чаще. Вот. Это мы сделали. Так. Ок. Чтобы мне снова не делать то же самое, да, то, что я сейчас сделала, можно сделать все следующим образом. То есть, когда я начну новую главу, мне нужно будет снова сделать название главы вот в таком вот, в таком же шрифте, в такого же размера желательно. Тем более, видите, у меня, допустим, до этого у меня был размер страницы поменьше. Сейчас у меня размер страницы побольше. Поэтому, если остальные странички, у нас тоже будут уже в большом формате. Поэтому мне нужно по новой сохранить вот эти вот настройки. У меня Photoshop вообще новенький. Поэтому, когда я нажимаю на буковку T, то у меня тут вообще только какой-то один кредитальный текст, шрифт. Короче, это самое, какой-то тут непонятный набор. Его давайте все-таки мы удалим, чтобы тут пусто вообще было. Вот, у нас как бы получается, что чисто никакого набора инструментов нет вообще в текстовом. И мы сейчас будем делать новый набор инструментов. То есть, я кликаю на название вот сюда. Вот это вот сюда кликнула. Теперь, значит, кликаю на слой, точнее, выбрала нужный мне слой, сюда вот нажала. Теперь кликаю на эту буковку T, вот на эту стрелочку, точнее, рядышком буковки T. Кликаем на вот этот квадратик с загнутым уголочком. То есть, создаем новый набор инструментов. Кликаем сюда. Называем его как-нибудь, чтобы вы поняли, о чем речь. Допустим, эта манга называется у меня Nakamura. И я собираюсь создать шрифт, создать набор инструментов для названия главы. То есть, я пишу глава и название манги Nakamura. Конечно, название манги гораздо длиннее, но я как бы вкратце называю Nakamura. Вот. И в таком вот формате я этот шрифт смогу найти, смогу распознать в списке всех инструментов, которые мне тут будут написаны. Далее что? Приписки сбоку. Вот эти вот, вот это и вот это у нас были одинакового размера. Одинаковые, как сказать, настройки были. Что у этого было дом casual 50-го размера, что и у вот этого у нас было дом casual тоже 50-го размера. Выделяем нужный нам слой. Опять-таки, кликаем сюда, создаем новый набор инструментов. Нажимаем, называем его, например, так, то что приписки слева. Либо же называем, давайте, Nakamura. Nakamura, во-первых. То, что я этот шрифт буду использовать только к этой команде Nakamura. Nakamura-приписки сбоку. Приписки, приписка и приписки сбоку. Вот так вот. Окей. Что еще, что еще, но в принципе и все. Да, вот эта надпись мне тоже все-таки нужна. Вот эту надпись, размер 60-й, шрифт такой, тоже мы ее сохраним. Нажимаем сюда, кликаем сюда, создаем новый набор инструментов. Опять-таки, манга Nakamura-приписка на, как это назвать? О, господи. Фраза на первой странице. Вот. Окей. Сохранили. Все, супер. Далее. Далее, что у нас тут идет? Включаем JP, наш этот самый слой. Смотрим, что у нас тут есть по звукам. Во-первых, тут есть у нас некий звук. Банана. Банана джуссу. Банановый сок. Так. Ну да, банановый сок, короче. Находим. Значит, тут у нас вот этот шрифт мы сохранять не будем, потому что он у нас встречается только один раз в этой манге, только на этой пачке сока. То есть, как бы, возможно, он там у нас встретится еще где-то, но, скорее всего, уже не в таком размере. Будет в таком размере появляться. Потому что я уже смотрела странички в дальнейшем. Там у нас будет еще такой сок этот появляться, но уже в более уменьшенном формате. То есть, как бы, сравнять набор инструментов вот для этого текста мы не будем, потому что он у нас не будет так часто встречаться. Так, то есть, здесь мы должны написать, во-первых, слово само. кликаем сюда банановый сок вот наш текст для него мы возьмем подходящий шрифт первый шрифт у нас прямой без засечек и закругленный такой шрифт можно найти в нашем списке о господи будем искать вот это подойдет в принципе подойдет ну да давайте его возьмем то есть я выбрала для этого шрифт mp manga font кликаем на него перетаскиваем сюда тоже побольше тащим его тут принципе так как это у нас этот сам как всего лишь надпись на соки это сама не какой-то основной текст тут можно и буквы непропорционально растянуть то есть вот такими штуками сделать что я тут еще вижу я хочу сделать немножко побольше вот такие вот ведь надо самку сделать буквы побольше и я тут вижу что расстояние между вот этим словом и вот это стол для меня как-то слишком большое чтобы уменьшить расстояние между строчками нажимаем вот сюда вот на эту штучку тут нас стоит авто автоматически то есть если мы меняем размер шрифта то нас и расстояние между строчками тоже автоматически изменяется там либо уменьшается либо повышается для то что каковы какую сторону вы размер крутите я скажу что мне нужно расстояние между строчек не 77 это не авто а что-нибудь типа 77 этих вот пунктиков допустим 72 клик вот уже поближе стала да ну в принципе 72 уже и сойдет даже на нас слишком маловато давайте 880 поставим 80 если это чуть пониже но в принципе вот так вот сойдет расстояние 80 сойдет при этом хочется еще по букву чуть чуть по по длине и сделать вот такими буковками сделаем всего вот так это будет дело выглядеть толстоватый все-таки шрифт давайте поищем что-нибудь потоньше так потоньше 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 о господи а как вот этот вот ой это слишком кривой это на что-то нажала вот по-моему bridge 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 нам сойдет да bridge все заглавные тонкие или толстые давайте толстенький вот так вот вот такой шрифт мне пойдет все-таки лучше так сохраняем не забываем сохранять теперь у нас идет звук какой-то пипи то есть это самое звук нажимания клавиш бип-бип я бы скорее пик-пик кик-клик назвала бы ну да по-английски бип-бип но по-русски мы называем когда мы тыкаем в экран это пик-пик-пик либо тык-тык-тык все-таки в конце концов я назову это пик-пик-пик так значит у меня тут на набор шрифтов нет никакого поэтому сначала набираем текст кликаем пик пи пик вот так вот пипик делаем побольше пропорционально пока что так и выбираем нужно мне текст нужно мне шрифт для этого шрифта мне пойдет господи какой у меня там был для компьютерного если бы вспомнила бы еще и вот так быстро нет я не могу так мне нужно включить свой старый photoshop старый без photoshop вот это давайте сохраним чтобы мало ли там ничего не исключило эту страничку пока закроем нам она в принципе не нужна так на этом пока что остановимся потому что водяшка получается довольно таки длинненькая а я не хочу сильно вас перезагружать ну все до скорых встреч разделим на маленькие кусочки чтобы не глотать таким большими кусками давайте